Еще больше охраны для Трампа. Сторонники главного республиканца требуют усилить его защиту после второго покушения на политика за последние месяцы. Ураган Борис. Первое климатическое испытание наступившей осени. В Польше местами ввели режим чрезвычайной ситуации. Чехия и Австрия ведут спасательные операции. Румыния и Германия в тревожном ожидании. Наводнения уже привели к трагедии. По меньшей мере 8 человек погибли. Разрушены дома и дороги. Дожди при этом могут продолжиться, но пока есть надежда на хороший прогноз погоды. Как страны справляются с последствиями и какие меры принимают власти. Об этом в большом нестойке совсем скоро расскажу я, Андрей Ежов. Бюджет милее. Президент-либертарианец обещает Аргентине бездефицитный 2025 год. Чего еще ждать аргентинцам от лидера, который стабильно теряет их поддержку? Визит канцлера Олаф Шольц в Центральной Азии пытается наладить контакт с традиционными союзниками России. Мексика отмечает День независимости. 214-ю годовщину празднуют на фоне протестов и разборок наркокартелей. Подозреваемому в попытке покушения на Дональда Трампа предъявлены обвинения по двум статьям о незаконном владении оружием. Прокуратура также требует отправить мужчину под стражу до суда по мере пресечения, который пройдет только 23 сентября. Это нападение на Трампа стало вторым за последние несколько месяцев. Сам кандидат в президенты заявил, что к попытке покушения привела риторика Байдена и Харрис, а республиканцы в Конгрессе призывают спецслужбы выделить больше охраны для Трампа. О самом инциденте и личности нападавшего расскажет Дмитрий Лобанов. Кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп в этом электоральном цикле, кажется, уже поставил сразу несколько антирекордов. Первый по количеству предъявленных ему различных обвинений как бывшему главе государства, второе по количеству попыток, совершенных на него покушений. В воскресенье днем 15 сентября выстрелы раздались около гольф-клуба Трампа. «Сотрудники секретной службы США открыли огонь по стрелку, находившимся недалеко от ограждения. Дело расследуется». В кустах, где был этот парень, нашли винтовку типа АК-47 с оптическим прицелом. Два рюкзака, которые висели на заборе и в которых была керамическая плитка, и GoPro, с помощью которой он собирался вести съемку. В данный момент все это изучается. Прямо с поля, где Трамп играл в гольф, его сразу же доставили в безопасное место. Подозреваемому после стрельбы удалось скрыться на черном Ниссане, который заметил и сфотографировал очевидец. Именно благодаря этой информации его удалось оперативно задержать. Оружие при себе у него не обнаружили, отметили полицейские. «Сразу после двух часов дня, как мы получили ориентировку, наши дорожные службы заметили автомобиль. Мы не остановили его сразу. Мы не хотели, чтобы началась погоня на большой скорости. Поэтому мы дождались, пока к нам подъедут соответствующие подразделения. Окружили машину и заставили ее остановиться». По данным американских медиа, подозреваемый 58-летний Райан Уэсли Рут. Из его социальных сетей журналисты узнали, что он владелец небольшой строительной фирмы, зарегистрированной на Гавайях. На платформе «Экс» мужчина активно поддерживал Украину. В 2023-м Рут давал комментарий «Нью-Йорк Таймс» в материале об американских добровольцах, принимающих участие в боевых действиях. В нем Рут рассказывал о попытке завербовать афганских солдат, бежавших от Талибана, для поездки в Украину. «Когда мы с ним пересекались, он был очень гостеприимным и добродушным. Мы услышали сегодняшние новости, и это было очень неожиданно. И вы знаете, что официальные лица прилагают все усилия, чтобы выяснить, что произошло на самом деле. Но если он действительно имел к этому какое-то отношение, то это, конечно, очень шокирует». Официально представители силовых ведомств личность подозреваемого еще не оглашали. Инцидентом занимается Федеральное бюро расследований при поддержке секретной службы и офисов шерифов Палм-Бич и округа Мартин. «Наши прокуроры сейчас готовят ордера и ходатайство о предварительном заключении подозреваемого. Таким образом, он будет содержаться под стражей. Но то, что мы выдвинули эти ордера и обвинения на уровне штата, не исключает возможности предъявления обвинений на федеральном уровне». Главные оппоненты Трампа в предвыборной гонке Камала Харрис и Тим Воллс осудили нападение. Действующий глава Белого дома не исключил, что федеральному агентству нужно больше персонала для выполнения работы. «Слава Богу, с президентом все в порядке. Я думаю, что у нас есть полная картина произошедшего. Сегодня мы это обсудим. Я хочу прояснить одну вещь. Секретной службе нужна дополнительная помощь. И я думаю, что Конгресс должен отреагировать на их потребности, если они действительно есть. Вот об этом мы и будем говорить». Для Дональда Трампа это уже вторая попытка покушения в нынешнем году. Первая произошла 13 июля. Во время выступления на митинге в Пенсильвании огонь по республиканцу открыл 20-летний Мэтью Крукс. Один зритель погиб, двое получили ранения, Трампу задело ухо, подозреваемого застрелили. После новой попытки кандидат в президенты в своей соцсети «Труфсошл» поблагодарил полицейских и секретную службу за работу. Дмитрий Лобанов и Михаил Винокуров, РТВА. «Обсудим очередное покушение и его последствия с Андреем Знаменским, профессором истории университета Мемфис. Андрей Андреевич, здравствуйте». «Здравствуйте, приветствую вас». «Да. После первого покушения казалось, что если бы выборы были тогда, то Трамп неминуемо бы победил. Изменилось ненадолго и само поведение кандидата от республиканцев. А вот сейчас кардинально может что-то измениться, учитывая, что оба кандидата идут с ноздря в ноздрю?» «Вы знаете, сейчас вряд ли что изменится. Это, кстати, показали последние дебаты, когда обе стороны говорили, что они одержали победу. Хотя многие независимые, которые шатаются то туда, то сюда, они отдавали предпочтение Камале. Независимо от того, было покушение или нет, стороны уже определились. Знаете, с чем это связано? С тем, что страна очень радикально разделена на две группы. И поэтому вряд ли и покушение само, и вот, скажем, в кавычках, победа Камала Харрис какое-то окажет влияние. Ну да, может быть, есть где-то какая-то группа людей, которая может сделать выбор в пользу Трампа после вот этого сегодняшнего, вчерашнего несостоявшегося покушения. С другой стороны, могут люди проголосовать за Камалу, которым она понравилась во время вот этих дебатов. Это могло бы раньше где-то оказать влияние. В году 16-м, когда еще какие-то были правила, когда люди еще смотрели там за моральной стороной кандидата, как он себя ведет, кто он. А сейчас просто определились вот в стороны конфликта, и этот конфликт уже идет как водораздел такой. Люди же не разговаривают друг с другом часто даже в своей семье, республиканцы, демократы. Да. Андрей Андреевич, вот объектом критики сегодня вновь стала секретная служба. О ней вот говорил как раз и Джо Байден. После прошлого раза глава ведомства ушла в отставку. Ждет ли служба реформа, и что вообще теперь будет с ее имиджем? Вообще, это уникальный случай. Надо нашим слушательным зрителям иметь в виду, когда на протяжении двух месяцев на одного из кандидатов в президенты было две попытки покушения. Такое я, как историк, никогда не встречал в истории Америки на протяжении тех лет, которые... Короткая история Соединенных Штатов. А по поводу секретной службы, ну, мы можем тут слова Трампа самого привести. Он высказал большую благодарность. По его мнению, на сей раз они сработаны на опережение, потому что агенты секретной службы успели выстрелить вот в этого покушавшегося до того, как он произвел выстрелы с автомата Калашникова, который он с собой принес. Но вопрос здесь в другом. Сейчас опять, конечно, будут агентов и руководители секретной службы на ковер вызывать. Почему? Да потому что вопрос стоит ребром. А как удалось ему подобраться туда, вот на 500 янтов, к этому гольфу, площадке для игры в гольф, где в гольф выиграл как раз Трамп. И по этому поводу недавно вот высказался списанец, вернее, несколько часов назад. Он сказал, что я как бы не доверяю федералам. Мы во Флориде будем, собственно, расследование проводить, продублируем, чтобы понять, почему это произошло, как он добрался до этого места. Да, Андрей Андреевич, ну вот это уже второе за последние месяцы покушение на политика. Причем на одного и того же. Можно ли уже говорить о нарастающей тенденции политического насилия в США? Конечно. И, к сожалению, вот для этих демократов мы видим насилие со стороны вот тех, кто поддерживает левых. Хотя левые часто говорят о том, что правы ответственны за какое-то насилие, они вот склонны к каким-то покушениям. Но статистика показывает, что вот начиная с 20-го года летние погромы, когда были в американских городах, и вот сегодняшняя волна вот этого насилия, когда против кандидата в президенты два раза покушались на протяжении двух месяцев, нам надо повторить это опять. Это уникальный случай. Мы здесь видим, конечно, склонность к насилию со стороны вот левых кругов, хотя и справа тоже есть какие-то. Но вот по факту мы видим такие вот вещи. Знаете, откуда это идет, откуда ноги растут? Из-за того, что в левом мейнстриме, будем так говорить, в таком пузыре левом, вот этой пропаганде, которая, к сожалению, часто поддерживается такими общенациональными газетами, как «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон-Пост», у Трампа создалось такое реноме, как бы, Гитлера, фашиста. И поэтому вот эти люди, они фанатики, вот как сейчас арестованный, который покушался во Флоринде, хотел совершить покушение на Трампа, они же чувствуют себя такими освободителями человечества. Им кажется, что они освобождают человечество, Америку в частности, от Гитлера. Вы понимаете, вот в этом опасность. То, что вот левые либеральные круги, они создают такое мнение республиканцев, как расисты, фашисты. Вот Трамп – это такое щаде ада. И вот отсюда появляются такие фанатики, которые верят достаточно, да, на 100%, что они как бы освобождают человечество от такого сатаны. Вы понимаете, это опасная речь. Когда в мейнстриме создаётся вот такая вакханалия, ну, насилия, будем говорить, и появляются люди, готовые это насилие осуществить, а это уже открывает дорогу к каким-то, ну, нежелательным последствиям. Да, Андрей Андреевич, благодарю вас. На прямой связи с РТВА был Андрей Знаменский, профессор истории университета Мемфиса. Один человек пострадал при взрыве в историческом центре Кёльна. Об этом сообщили в управлении городской полиции. По данным правоохранителей, взрыв прогремел около 6 часов утра в подъезде дома. В результате серьёзно повреждены окна и двери здания, а случайный прохожий получил лёгкие ранения. Сейчас полиция ищет мужчину, который может иметь отношение к происшествию. Он попал на запись камеры наблюдения. По данным издания «Экспресс», перед взрывом подозреваемый оставил сумку недалеко от входа в ночной клуб, а затем скрылся. Район происшествия всё ещё отцеплен, на месте работают следователи. Федеральная полиция Германии начала проверять документы на всех сухопутных границах страны. Ограничения вступили в силу сегодня и будут действовать полгода. Это максимальный срок, который разрешает шенгенское право. Так, на границе Германии и Австрии документы предъявляют не все въезжающие. Машины останавливают на автобанах выборочно. Нелегальных мигрантов смогут отправить в страну, в которой они уже просили убежище, или через которую въехали в шенгенскую зону. Как рассказал РТВА и политолог Алексей Юсупов, одна из причин введения контроля – реакция на теракт на фестивале в Золингене, где погибли три человека. При этом решение нельзя рассматривать сугубо как попытку властей перетянуть к себе симпатии сторонников крайней правой партии альтернативы для Германии, которая набирает популярность в последнее время. Это не является решением в фундаментальном смысле проблемы, это просто снижение нагрузки на систему на некоторое короткое время. Но выглядит это действительно так, что они диктуют инструменты, и это вызовет скорее наоборот, я боюсь, ощущение у сторонников альтернативы для Германии, что их резкая позиция, очень радикальная позиция успешна. Поэтому это скорее попытка выиграть время, чем перетянуть сторонников на свою сторону, мне кажется. Далеко не оптимальное решение и скорее признак того, насколько истончилось терпение населения. У него есть некий, я бы сказал, это мое личное мнение, психозный характер, потому что статистика, в принципе, идет на понижение уже в этом году. Существенно меньше людей приезжает в Германию подавать убежище существенное, то есть 20% понижения у сирийцев, у афганцев. В принципе, мы видим изменения медленные и структурные, но для медийного эффекта это недостаточно, и поэтому отношения с соседями пострадают, безусловно. И это плохой вариант, но это лучший из всех плохих вариантов на данный момент, все по всему. Как отметил политолог, новая система проверок на внешние границы Евросоюза заработает только к 2026-му. И введение погранконтроля внутри объединения – это временная мера. Однако это может вызвать эффект домино, когда свои пограничные режимы начнут ужесточать страны вокруг Германии. По меньшей мере, 8 человек стали жертвами разрушительного наводнения, которое пришло в страны Центральной и Восточной Европы. В пострадавших регионах Польши месяц будет действовать режим чрезвычайной ситуации. В Чехии, Венгрии, Словакии и других странах политики откладывают международные встречи и даже выборы. Таков масштаб непогоды. В Австрии закрыто метро, а движение на дорогах Венной местами полностью заблокировано. Как страны справляются с последствиями стихии и что говорят очевидцы событий, подробности расскажет европейский корреспондент РТВАй Андрей Ежов. Этот понедельник для миллионов европейцев не стал обычным началом рабочей недели. Из-за сильных наводнений местами люди оказались заблокированы в своих домах. Это Нижняя Австрия. В городе Хадерсдорфе на помощь спасателям уже пришли военные. Водохранилище вот-вот переполнится и сдержать стихию пока удается с большим трудом. Мы следим за тем, чтобы дамбу не прорвало, чтобы она оставалась устойчивой. Нам помогает австрийская армия. В Хадерсдорфе с вечера работает вертолет «Блэк Хоу», который перевозит тяжелые грузы. Но ночью пришлось прерваться из-за темноты. С утра он снова летает, доставляет один бигбэк за другим к дамбе. Бигбэки – это, если по-простому, огромные мешки с гравием, которыми мы укрепляем плотину. В пределах Вены редко увидишь речных обитателей прямо на асфальте. Но минувшие выходные стали печальным поводом ближе познакомиться с местной фауной. К счастью, уровень воды немного спал за последние пару часов. Но, конечно, у всех нас подвалы затоплены, вода по пояс. Ночью и утром ситуация была просто ужасная, но пожарные уже дали отбой по поводу реки. Она больше не угрожает домам. Я очень рада, что хотя бы большая вода больше не представляет опасности. Но вот с грунтовыми водами все еще проблемы. И электричества у нас нет. Пятая часть населения городка Опова на востоке Чехии в минувшие выходные была вынуждена покинуть свои дома. Жара, которая до последних дней августа держалась в этой части Европы, сменилась проливными дождями, которые привели к подъему уровня рек. Имя стихии ураган Борис. Это настоящий кошмар. Затопило все районы у реки, включая Катеринки. Я живу на другом берегу. У нас безопасно. Но людям там будет тяжело долгое время. Придется помогать им восстанавливать все, что разрушено. Надувные лодки все ближайшие дни останутся здесь единственным видом транспорта. Местные власти сравнивают происходящее с потопом 97-го года. С тех пор столь масштабных климатических происшествий здесь не было. Мы спасали людей с крыши. Они были буквально в двух метрах над нами. Рядом были другие жители. Но течение, к сожалению, было слишком сильным. Мы искали, как можно добраться до них другим путем, потому что на лодках туда было попросту не прорваться. В соседней Польше и ее юго-западных регионах к решению проблем подключили военных. Местных жителей спасают с помощью вертолетов. В помощи многие дожидались на крышах. Сейчас здесь это максимально безопасные места. В Словакии стихия пришла не только в малые города, затопила часть столичных районов. Так сейчас выглядят предместия Братиславы. Потопы по-прежнему вполне возможны и в Германии. Под потенциальным ударом Бавария и Саксония. Власти Дрездена спешно убрали обломки обрушившегося на прошлой неделе моста. Такая преграда точно усугубила бы разлив реки Эльбе. А в паре сотен километров отсюда на территории Чехии по-прежнему действует максимальный уровень погодной опасности. Я бы очень хотел попросить всех, кому предложат эвакуироваться, действительно соблюдать эту инструкцию. Даже если в этом конкретном случае выяснится, что эвакуация была мерой предосторожности, это лучше, чем потом быть спасенным таким образом. В затопленных регионах продолжают работать спасатели и волонтеры. Но прогнозы синоптиков пока неутешительны. Дожди в некоторых регионах могут продолжиться, что несет новые угрозы для местных жителей. Впрочем, к середине недели на смену урагану в Центральной Европе в основном должна прийти сухая погода. Однако последствия стихии последних дней придется устранять не одну неделю. Андрей Ижов и Кирилл Литовкин РТВА. Четыре человека пострадали в результате нападения 13-летнего подростка на школу в российском Челябинске. Среди них три школьника и педагог. Их всех доставили в больницу. Двоих детей уже прооперировали. Их состояние оценивают как стабильное. Еще двоим пострадавшим оперативное лечение не нужно, заявили в Минздраве региона. Нападение произошло сегодняшним утром. Подросток избил одноклассников молотком и ножом. Пострадала и пытавшаяся остановить его учительница. Перед тем, как мальчика задержали, он пытался покончить с собой. По данным Росгвардии, у подростка незадолго до нападения произошел конфликт с одноклассниками. Мальчика сейчас доставили в психиатрическое учреждение. Как пишет РИА Новости, ранее он уже проходил там лечение. В Курской области начали обязательную эвакуацию населенных пунктов еще двух районов Рыльского и Хомутовского. Они находятся в 15 километрах от границы. Ранее Минобороны России заявила о возвращении контроля над деревней Успеновка и селом Барки Курской области. Что касается территории региона, которые по-прежнему находятся под контролем ВСУ, Кремль выступил против желания Киева пригласить туда представителей ООН и Красного Креста, чтобы те оценили соблюдение международного гуманитарного права и присоединились к помощи населению. В соседнем с Курской областью Белгороде число раненых в результате утреннего обстрела увеличилось до 10 человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, у остальных ранение средней тяжести. Повреждения получили 96 квартир и 66 автомобилей. Помимо этого, Гладков пишет и об одном пострадавшем в области за минувшие сутки. Ночью угрозу ракетной опасности несколько раз объявили как в Белгородском регионе, так и в Курском. С начала сентября по Украине было запущено более 600 дронов, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, большинство из них удалось сбить силам ПВО. Только за последние сутки страну атаковали 56 беспилотников, 53 из которых сбили. Это уже данные воздушных сил ВСУ. Спецпосланник Джо Байдена на Ближнем Востоке Амос Хохштейн вновь прибыл в Израиль в попытке предотвратить полномасштабную Белом доме не теряют надежды на заключение сделки с Хамас, увязывая этой ситуацией в Ливане. В самом Израиле параллельно с визитом Хохштейна обсуждают и возможное расширение коалиции. Согласно неподтвержденным данным к правительству может присоединиться Гедеон Саар и его партия правые государственники, что приведет к перестановкам в кабинете министров. Подробности узнаем у нашего израильского корреспондента Бориса Штерна. Боря, привет. Непростое начало недели. Вчера Израиль обстреляли еменские хуситы, ракету сбили над центром страны. Сегодня визит Хохштейна, который выглядит как последний шанс. На что он рассчитывает? Саша, привет. Ну, собственно, вот так последний дипломатический шанс этот визит в израильской прессе и называют. Хохштейн прибыл сегодня утром в Израиль. Он уже встретился частично с военно-политическим руководством, с министром обороны Явом Галантом. Он встретился с премьер-министром Бенемином Нетаньягу и, в общем-то, у него одна единственная цель не допустить открытой войны. Ну, не знаю даже, как сформулировать то, что происходит сегодня на севере с точки зрения Израиля и с точки зрения Хохштейна. Ну, в общем, каким-то образом снизить градус и не допустить прямого конфликта между израильской армией и Хизбаллой. То есть, на самом деле, наверное, речь все-таки идет о наземной операции ЦААЛЬ в Ливане. Это, конечно, страшный сон. В остальном, все это происходит на фоне очень сложных событий. Вчера в 6.30 практически весь центр Израиля, все граждане, и я, кстати, в том числе, проснулись в 6.30. Хуситы запустили по Израилю баллистическую ракету земля-земля, причем эту ракету не определили корабли союзников, которые находятся в Красном море, сбита. Она была только в центре страны над городом Мадиин. Все это, конечно, производит довольно странное впечатление, и этому пункту сегодня была посвящена очень большая часть брифинга официального представителя израильского правительства, где четко описывались перспективы развития конфликта вот в этом направлении. хуситы небезопасны, хуситы представляют опасность для государства Израиль, и по словам Давида Менсера все, что они делают, направлено исключительно на эскалацию ситуации в регионе, а Израиль объясняет это простой ненавистью у хуситов к Израилю неприязнь. Вот что сказал Давид Менсер. У Израиля нет границы с Йеменом, нет территориального спора с этой страной. Это просто вопрос ненависти. Действительно, лозунг хуситов «Аллах велик!» Смерть Америки, смерть Израилю, проклятие евреям и победа исламу. Все, кто нуждается в напоминании о защите Израиля от атак хуситов, приглашаются посетить порт Хадейда. Премьер-министр четко дал понять, что любой, кто атакует нас, не уйдет от нашего удара. Хамас уже учится этому, что приведет к его уничтожению и освобождению всех наших заложников. Ну и, безусловно, тема хуситов обсуждалась сегодня и на встречах с Хохштейном. Для него это тоже очень важная тема, несмотря на то, что завтра он в Йемен, например, не отправляется, он едет завтра в Ливан, но похоже, что из Израиля он привезет не самые лучшие новости для официального Бейрута, Нитаньягу и Афгаланд, премьер-министр обороны официально заявили Хохштейну, что они не рассматривают, к сожалению, уже сегодня других вариантов, кроме наземной операции против ливанской Хизбаллы, то есть продолжения и усиления войны, что, в общем-то, связывает ситуации в секторе газа и заключением сделки с Хамасом. Удастся ли Хохштейну убедить ливанскую сторону не поддаваться там каким-то настроениям по поводу эскалации? Большой-большой вопрос. И, скорее всего, этого не произойдет. Так что, в общем, это визит последней надежды во многом и для региона, и для Вашингтона, который до сих пор проявляет оптимизм и говорит о том, что сделка между Хамасом и Израилем, договоренности между Израилем и Хизбаллой до сих пор возможны. Саша? Да, Борь, и параллельно идет обсуждение возможного расширения коалиции. Это хорошо или плохо? Каким изменениям в кабинете министров это приведет? Каковы возможные последствия усиления коалиции? Скорее, это не хорошо и не плохо. Скорее, это сложно. Собственно, о том, что такое может произойти, то есть, Сар, Гедон Сар и его правые государственники присоединятся к коалиции говорили уже в течение последних полутора месяцев. судя по всему, переговоры вышли на некую глобальную финишную прямую. По крайней мере, утром средства массовой информации сообщили о том, что ведутся прямые переговоры по этому вопросу. Практически сразу канцелярия премьер-министра сообщила, что никаких переговоров нет и стали рассуждать о том, кому же от этого хуже, кому от этого лучше. Четыре мандата Сара увеличивают коалицию до 68 мандатов, с другой стороны обнажают определенные противоречия внутри коалиции. У Сара есть определенные противоречия с министром национальной безопасности. Впрочем, первым и главным последствием такого шага со стороны Бенимина Нетаньяу и Гидона Сара называют смену министра обороны. Сар потребовал от Бенимина Нетаньяу для себя этот пост, то есть, соответственно, Афгалант отправляется в отставку. И здесь, вот пока все пытались понять, а что же, собственно, происходит, на сцену вышел Итамар Бенгвир, министр национальной безопасности, и прям пламенно поддержал израильского премьер-министра в попытке сменить министра обороны. Вот что сказал глава одной из правых партий, входящих в коалицию. Долгие месяцы я призываю премьер-министра Нетаньягу уволить Галанта. И настало время сделать это немедленно. Необходимо принять решительные меры на севере. А Галант не тот человек, который способен это сделать. При этом абсолютно непонятно, исходя из чего делает такие выводы Бенгвир, поскольку сегодня Галант вчера, Галант позавчера Галант говорил о том, что без широкомасштабной операции на юге Ливана мир северу Израиля принесен не будет, а соответственно он сторонник очень решительных действий. при этом очень многие называют Галанта сторонником и сделки с Хамасом, на которую до сих пор не может решиться Нетаньягу и против которой выступают Бенгвир и Смотрич. В итоге последнее сообщение было сделано израильским телеканалом КАН-11, который сообщил со ссылкой на свои источники, что соглашение между Нетаньягу и Гидеоном Саром подписано, официального сообщения до сих пор по этому поводу Нет, три депутата от партии Сара станут министрами, то есть собственно он сам возглавит Министерство обороны, министром станет Зеев Элькин, ну и кроме всего прочего, похоже, единственное подтверждение того, что коалиция расширяется до 68 мандатов, это информация о том, что сегодня на 22 часа намечено заседание военно-политического кабинета, которое переносилось неоднократно в течение всего дня и в общем нас ждут уже официальное заявление по этому поводу. В оппозиции говорят о том, что Сар совершает ошибку, демонстранты сейчас находятся у дома лидера партии правые государственники, они требуют от него отказаться от поддержки коалиции, а именно так называют этот шаг Сара, в то время как сам он говорит о том, что речь идет об укреплении коалиции, укреплении правительства и создании нового правительства, ну не национального единства, но по крайней мере в расширенной версии, которая спасет Израиль и поможет заключить сделку с Хамасом и вернуть израильских заложников. Саша? Да, Боря, и это только начало недели. Благодарю тебя. На прямой связи со студией был ближневосточный корреспондент РТВА и Борис Штерн. Независимая международная гуманитарная организация «Врачи без границ» прекращает свою работу в России. Причиной стало решение Минюста страны, который в августе уведомил МСФ об исключении из реестра филиалов и представительств иностранных НПО. Причину ведомстве не назвали. Гуманитарные организации отметили, что работали в России более 30 лет и за это время, в частности, вместе с Министерством здравоохранения внедряли инновационные методы лечения туберкулеза. Кроме того, сотрудничали с общественными НПО для помощи людям, живущим с ВИЧ. После начала российско-украинского конфликта помогали беженцам, бежавшим из Украины. За все это время гуманитарную помощь получили более 52 тысяч вынужденных переселенцев. В МСФ поблагодарили всех за сотрудничество и добавили, что покидают Россию с тяжелым сердцем. Организация, отмечу, работает более чем в 70 странах. Она помогает людям в зонах бедствия. Возвращаемся в прямой эфир на РТВА. Меня зовут Александр Павлов. Вы смотрите Большой Ньюсток, и здесь мы рассказываем о главных событиях этого дня. Шанхай приходит в себя после сильнейшего за последние 75 лет тайфуна Бибинка. Он обрушился на город утром и почти полностью парализовал его жизнь. Сейчас аэропорты, порты и вокзалы вновь открывают свои двери для пассажиров. Из-за стихии им пришлось отменить сотни рейсов. Ливни и ветра повредили более 10 тысяч деревьев и оставили без электричества порядка четырех сотен домохозяйств. Пострадавших, по сообщениям государственных СМИ, нет. Однако из-за тайфуна почти 400 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться из Шанхая. По данным издания Global Times скорость ветра в эпицентре достигала 150 км в час. Российское правительство отказалось поддержать законопроект о локальном запрете на ношение религиозной одежды полностью или частично скрывающее лицо. Документ вносил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. В проекте предлагается дать право на введение таких запретов образовательным организациям, а также муниципальным и региональным депутатам. Запретить ношение религиозной одежды чиновники могли бы в государственных организациях и общественных местах. Но в правительстве заявили, что документ нуждается в серьезной доработке. В нем, например, не хватает определений того, что такое религиозная одежда или одежда с религиозными атрибутами. Дискуссия по этому вопросу обострилась весной на фоне терактов в России, в том числе в Дагестане. Там, а также в Карачаево-Черкесии муфтияты даже принимали временные запреты. Идею до этого поддержали глава СК Александр Бастрыкин и руководитель Совета по правам человека Валерий Фадеев. А вот депутат Госдумы Адам Делимханов назвал такое предложение неконституционным. Шоковая терапия продолжается. Президент Аргентины Хавьер Милей представил бюджет на 2025 год. Он намерен сократить инфляцию с трехзначных показателей до 18%, а также ликвидировать хронический бюджетный дефицит. Все это за счет режима жесткой экономии, символом которой стала бензопила. Режется все, что можно. Татьяна Бур о том, как страна переживает болезненные реформы. Сегодня мы начинаем писать новую историю Аргентины. Он приветствует министров и позирует для фото как победитель. Новый бюджет в воскресенье вечером в Конгрессе аргентинский президент впервые в истории представляет лично, не доверяя выступлению министру экономики. Ведь это его собственное детище, которое он сумел провести через протесты, скандалы и компромиссы. И это его шоу. Смотреть прямую трансляцию по национальному телевидению и в ютьюбе Хавьер Милей призвал всех аргентинцев. Краеугольный камень этого бюджета первая истина о разумном государственном управлении. Истина, которой в Аргентине пренебрегали в течение многих лет. предшественников бывший университетский преподаватель макроэкономики Милей называет просто обоями. Ни один из бюджетов последних лет не выполнен. Например, в проекте 2023 года прогноз по инфляции был на уровне 60%, на деле больше 200%. В следующем году первый в истории президент-экономист, как он сам себя называет, обещает сократить инфляцию до 18%. Наша методология позволит достичь трех беспрецедентных целей. Во-первых, она навсегда сохранит бюджетный баланс, положив конец бремени долга и денежной эмиссии, заставит государство взять на себя ответственность и сгладить последствия экономических потрясений. И когда наступят устойчивые улучшения, это произойдет в ближайшие годы, избыточные доходы вернутся обществу в виде снижения налогов. За первые 9 месяцев у власти Милей резко сократил государственные расходы, что привело к профициту бюджета впервые за два десятилетия. Но, как и обещал, было больно. За три дня до выступления Милея в Конгрессе полицейскому спецназу пришлось вступить в схватку с пенсионерами. Президент наложил вето на законопроект о повышении пенсии на 7% на фоне трехзначной инфляции. Преодолеть его оппозиционному парламенту не удалось. Ребята, пожалуйста, успокойтесь. Старикам нужно что-то есть. Им, как и мне, нужно принимать лекарства. У меня есть все, кроме денег. Я пенсионер. Я покупаю 2 килограмма мяса и 2 килограмма хлеба. И денег нет. Они зарабатывают 10 миллионов песо в месяц. Дайте мне передохнуть. Это несправедливо. Минимальная пенсия в Аргентине сейчас 235 тысяч песо или примерно 237 долларов. А минимальный набор услуг и продуктов для взрослого человека 291 тысяча песо или около 300 долларов. За последние пять лет национальная валюта потеряла 90% своей стоимости по отношению к доллару США. В начале года госдолг превышал 385 миллиардов долларов. А уровень бедности достиг максимального показателя за последние 20 лет почти 60%. И тем не менее с самого начала болезненных реформ милее в стране не утихают протесты. Студенты и преподаватели выходят на улицы против резкого сокращения расходов на образование. Весной руководство университета Буэнос-Айреса, выпустившего пять нобелевских лауреатов и 17 президентов, заявило, что вуз рискует закрыться. За финансовый год он получил всего 9% от общего бюджета. Этого едва хватает на электричество и самые базовые услуги университетских больниц, которые уже урезали все, что можно. Аргентинский государственный университет является главным инструментом обеспечения социального равенства. Без равных возможностей не может быть равенства. Без равенства невозможна никакая свобода. Это момент, когда мы должны сказать «С нас хватит! Хватит разборок! Хватит мародерства! Страна без общественного здравоохранения, без университетов, без культуры! Это не страна, это колония!» Происходящее настоящий шок для аргентинцев. Бесплатная и качественное университетское образование они считают неопъемлемым правом. Но шоковая терапия ровно то, с чем Хавьер Милей и шел на выборы. Экономист с бензопилой режет все, до чего может дотянуться. Оставив зарплаты и пенсии без повышения, он сократил число министерств вдвое, урезал трансферты провинциям, отменив энергетические и транспортные субсидии. Сначала страна будет платить по долгам. Единственный случай, когда мы согласимся обсуждать увеличение расходов, это когда запрос будет сопровождаться четким объяснением того, какую статью бюджета необходимо сократить, чтобы покрыть эти расходы. В противном случае на него будет наложено вето. Администрация президента делает ставку на то, что худшее уже позади. Ужасающей инфляции больше не допустят, а если все пойдет по плану, Минфин ждет 5-ти процентного экономического роста к концу следующего года. Однако многое зависит от Конгресса, а он в оппозиции к нынешнему президенту. Не преодолев вето на повышение пенсии, законодатели все же приняли законопроект об увеличении расходов на университеты, а также отклонили план по увеличению расходов на разведслужбы. Выступая перед парламентом в воскресенье, Милей в выражениях, как, впрочем, и всегда, не стеснялся. Знаете, члены этого уважаемого Конгресса, решение о том, на какой стороне истории вы хотите быть, остается за вами. И тогда граждане поставят вас в один ряд либо с праведниками, либо с жалкими подонками, которые против страны и ее народа. Татьяна Бур, Антон Сухоруков, Артевиай. Дальнейшая эскалация российско-украинского конфликта приведет к непоправимым последствиям для всего человечества, заявил президент Казахстана Касым Жамар-Такаев. Он считает, что в военном плане Россия непобедима, а прийти к миру еще возможно. Такие заявления казахстанский лидер сделал на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Он приехал в Астану для участия во втором саммите Центральная Азия плюс Германия. Накануне Шольц побывал в Узбекистане. Там он заключил ряд соглашений, в том числе о партнерстве в сфере миграции. Бломберг писал, что это может помочь Берлину привлечь квалифицированных специалистов в условиях дефицита рабочей силы, а также установит механизм по обратной отправке нелегальных мигрантов. Для Шольца это первый визит в регион. Интерес Берлина к странам Центральной Азии резко возрос как раз после начала боевых действий в Украине. Тогда Евросоюз ввел санкции против Москвы, и немецкое правительство было вынуждено искать новых партнеров для получения нефти, газа и полезных ископаемых. Президент Мексики Лопес Абрадор подписал закон об изменении судебной системы. Несмотря на протесты судей и юристов, которые продолжались в последний месяц, парламент страны все-таки утвердил документ, а затем его поддержало большинство штатов. Сам Абрадор уже 1 октября сложит полномочия президента. Накануне он в последний раз в этом статусе провел торжественную церемонию по случаю празднования Дня Независимости, который мексиканцы отмечают по всему миру. Юрий Кюкин продолжит. С балкона на площади Конституции главной в Мексике и самой большой во всей Латинской Америке раздается звон колокола Долорес. В 1810 году так называлось селение, в котором священник Мигель Идальго призвал местных жителей к борьбе против испанского владычества. Теперь тот город называется Долорес и Дальго, а сам колокол стал неизменным символом Дня Независимости, в который по традиции звонит президент страны. Отмечать праздник мексиканцы начинают в ночь с 15 на 16 сентября. Помимо торжественной церемонии с участием президента в городах проводятся концерты и фестивали, причем не только в Мексике. Вот традиционный парад на улицах Нью-Йорка, а вот флаги и латиноамериканская музыка на дорогах Чикаго. Впрочем, география празднования Дня Независимости Мексики только Америками не ограничивается. Здесь, в посольстве Мексики в России День Независимости начали отмечать за три дня до начала, но не менее торжественно и, как водится, со всеми традиционными атрибутами. Вокруг везде флаги, а также люди в национальных костюмах, на столах начос, факита, стакос и, конечно, текила. А в колокол Долорес вместо президента ударил посол в Мексике в России, перед этим произнеся традиционную речь Долорес, которая сопровождается возгласами для Мехико! В Мексике 15 сентября будут отмечать масштабно, потому что это последний год президента Лопеса Абрадора на своем посту. Конечно, мы все думаем, что он был и все еще является прекрасным президентом, но также мы возлагаем большие надежды на нашего избранного президента и первую женщину на этом посту во всех Америках Клаудио Шейнбаум. И да, для нее это будет серьезным вызовом. Одним из таких вызовов в последние недели для властей Мексики стала судебная реформа, протесты против которой даже обернулись стычками с полицией и прорывом митингующих в здании Сената. Впрочем, несмотря на митинги и попытки оппозиции закон заблокировать, обе палаты парламента, в том числе и более оппозиционный Сенат, его приняли. Накануне Лопес Абрадор подписал скандальный документ, а значит, теперь судей в стране будут не назначать, а выбирать. Протесты в основном связаны с конкретной сферой профессиональной, протестуют сотрудники судебной системы, протестуют студенты юридических факультетов, но не стало общенациональным движением, и в целом власти успешно контролируют ситуацию в стране. А президентской власти это было принципиально важно, сделать это сейчас. Но если судебная реформа в итоге обернулась успехом для уходящего с поста президента Абрадора, то о борьбе с преступностью так не скажешь. На выходных отменить торжественные празднования Дня Независимости были вынуждены власти штата Синалоа, где уже больше месяца продолжаются разборки между бандами местного картеля. В конце июля одного из его главарей Исмаэля Самбаду по кличке Эль Майе арестовали в США, куда обманом вывезли при пособничестве сына другого наркобарона Хаакина Гусмана по кличке Эль Чапо. В Мехико заявили, что об операции ничего не знали и даже стали обвинять Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела. На этом фоне досталось и президенту Абрадору, которого тут же уличили в связях с преступным миром. Что касается процесса над Эль Майе и Самбада, многое остается неясным. Поэтому президент попросил разъяснений по поводу вмешательства США, чтобы понять, как такое в целом оказалось возможным. Я не стал бы называть президентом Абрадора чеком, бывающим в связи над картелями. Ни одного реального доказательства, хотя бы косвенного, я не видел. У мексиканских властей, и это не только Абрадор, есть один важный момент. Они очень серьезно, ревностно относятся к проблемам суверенитета и национального принятия решений. И где есть малейшее сомнение, что давят с точки зрения ограничения суверенитета, они говорят, нет, это делать нельзя. Ситуацию в штате Синалова Абрадор при этом серьезной проблемы не считает. Журналистам он заявил, что власти работают над ее урегулированием. При этом на той же пресс-конференции президент попросил банды к решению собственных споров подходить ответственно, но чтобы из-за разборок не гибли обычные граждане. Как к призыву отнеслись сами наркобороны, пока не ясно, но накануне число случайных жертв перестрелок, по данным местных властей, превысило 30 человек. Мексиканки и мексиканцы, пусть умрет коррупция, пусть умрет жадность, умрет расизм, умрет дискриминация. И да здравствует любовь, да здравствуют мексиканские рабочие, лучшие в мире, да здравствуют наши братья-мигранты, да здравствуют коренные народы, да здравствует культурное величие Мексики, да здравствуют мексиканки и мексиканцы. Сегодня празднование Дня независимости в Мексике продолжится. Там же, в центре столицы, пройдет военный парад, который также, в последний раз, примет пока еще действующий президент. Юрий Кукин, Сергей Антонов, Дарья Вильчинская, Кирилл Литовкин, Артели Ай. Старший брат Майкла Джексона, музыкант Тита Джексон, скончался в возрасте 70 лет. Об этом в социальных сетях сообщили его сыновья. Официально причина смерти не называется, но издание Entertainment Tonight пишет о сердечном приступе. Наряду с Майклом Тита Джексон был основателем группы Jackson 5, хиты которой возглавляли американские чарты в 70-х годах. Позже она сменила название на Джексонс. Три ее песни входят в зал славы Грэмми, а в 97-м группа была введена в зал славы рок-н-ролла. Всего на ее счету 15 альбомов. Тита Джексон был гитаристом и исполнял партии на бэк-вокале. С 2003 года также развивал сольную карьеру. Он занимался музыкой до последних дней. Этой осенью у него в составе Джексонс были запланированы концерты в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси и в Цинциннате, Огайо. В Лос-Анджелесе прошла главная телевизионная премия ЭМИ 2024. Лучшим сериалом по всем статьям, а это, к слову, сразу 18 наград, стал «Сёгун» исторический эпик про Японию. О том, почему сериал оказался настолько популярен, а также кто разделил оставшиеся семь статуэток Алексей Казанников. На сцене появляются отец и сын Леви, Юджин и Дэн, ведущие главной международной телевизионной премии в мире ЭМИ. 76-я по счёту уникальная, потому что впервые в истории проходит в том же году, что и предыдущая, 75-я, которую смогли провести только в январе из-за забастовки сценаристов и шоураннеров. Казалось бы, совсем небольшой отрезок времени. 9 месяцев с января по сентябрь, однако очень плодотворный на новые проекты. Абсолютный триумфатор, среди которых драматический сериал «Сёгун». Только представьте 18 статуэток ЭМИ из 25 возможных, а ведь вышел пока только один единственный первый сезон. Хиро Юки Санада. Во время съемок я постоянно думал о составе и всей нашей съемочной группе, а также обо всех моих сверстниках и учителях, которые учили меня с самого детства. Я надеюсь, что следующее поколение увидит большой смысл во всех наших номинациях и победах и просто поймет, что мы создали исторический сериал и он действительно имеет особую связь с нашим миром и надеюсь, что следующее поколение увидит и поймет это. Именно с именем Хиро Юки Санада, главного японца в Сиях Голливуда, во многом связывают успех Сёгуна. Роль Йоси Таранага принесла Санаде победу в номинации «Лучший актер» в драматическом сериале. Это буквально подтверждает, что именно его игра сделала драму о Японии эпохи Эда настолько эпичной и аутентичной. Впрочем, не без заслуги лучшей актрисы в драматическом сериале Анны Саваи, исполнившей роль Марика Сан. «Когда вы видели, как я плачу на сцене, наверное, это был уже 12-й раз, когда я плакала сегодня. Смешанные эмоции, тревога, желание, чтобы все победили, всё это было. Но я всё ещё чувствую, что пытаюсь осмыслить то, что произошло. Я думаю, что в любой момент я могу заплакать опять, хотя я постараюсь этого не делать. Но это действительно невероятно. Я думаю, что завтра я проснусь и подумаю, что всё это оказалось сном». Второй год подряд лучшим комедийным актёром становится звезда бесстыжих Джереми Аллен Уайт за роль Карми Берзатта в сериале «Медведь», в котором шеф-повар ресторана пытается спасти бизнес своего брата от закрытия, банкротства и потребительского надзора. Уайт говорит, что очень проникся ролью своего персонажа. «Знаете, есть вещи, которые мне в нём нравятся, и мне кажется, что я хочу у него что-то украсть. Я думаю, его сосредоточенность, решимость, последовательность и определённая доля одержимости. Это то, что я хотел бы позаимствовать для своей жизни». Неожиданностью оказалась ещё одна статуэтка, которая в эту ночь также ушла сериалу «Медведь», первый сезон которого, к слову, стал самым просматриваемым комедийным шоу в истории американского кабельного FX. Лиза Колонн-Зайес, исполнившая роль Тины Мореро, стала первой латиноамериканской актрисой, получившей Эмми в категории «Лучшая женская роль второго плана». «Это огромная честь для меня. Вы знаете, я ведь жительница Южного Бронкса в Нью-Йорке. Так что теперь вы просто, как и я, можете видеть и понимать, что это возможно. Просто будьте собой, таким, какой вы есть». Лучшим актёром второго плана в драматическом сериале стал Билли Крудо за роль невозмутимого и одновременно невероятно чуткого руководителя телеканала в сериале «Утреннее шоу». Победитель в категории «Лучший комедийный сериал хитрости» и исполнительница буквально своего камео в этой ленте Джин Смарт заменит актрису, которая состоит в непростых профессиональных отношениях с молодым автором комедии. Получила Эмми как лучшая актриса комедийного телесериала. И Эмми идет к «Лучшая женская Джин Смарт». Господи, спасибо. Спасибо огромное. Простите за стеснение. Мне просто очень не хватало внимания. Нет, я серьезна. Лучшим мини-сериалом стал «Олененок». В его копилке сразу четыре статуэтки Эмми, среди которых и лучший актер Ричард Гетт и лучшая актриса второго плана Джессика Ганнинг. Свою Эмми наконец дождалась и исполнительница главной роли четвертого сезона настоящего детектива Джоди Фостер в категории «Лучшая актриса в мини-сериале или антологии». Это при том, что у Фостер личной коллекции уже больше 30 лет, как есть два Оскара, а кроме того четыре золотых глобуса. Алексей Казайков, Иван Демьянов, РТВА. Самого редкого пингвина в мире Желтоглазого выбрали «Птицы года» в Новой Зеландии. За «Хойха», как его называют «Маури», проголосовали около 50 тысяч человек. Птичьи выборы проходят по правилам людей. У каждого кандидата есть менеджер и даже пиар-команда. А избирателям надо подтверждать личности из-за попыток вброса голосов. Все это делается для привлечения внимания к исчезающим видам. Это, вероятно, один из самых застенчивых пингвинов, которых я когда-либо встречала. Если они видят вас, они просто убегают на милю. И это действительно непросто. Всего за 15 лет мы потеряли 78% популяции на нашей территории. И все это из-за совокупного воздействия хищников и изменения климата, которое как бы перемещает пищу в океане. Это означает, что она уплывает дальше. Это, знаете ли, серьезно влияет на их состояние. И с октября 2023 года, когда мы начали устанавливать камеры на лодках, мы знаем, было зафиксировано как минимум четыре случая, когда хой-хо попадались в сети в результате коммерческого рыболовства. Желтоглазый пингвин уже побеждал в 2019 году. И теперь экологи снова надеются на возрождение вида. На фоне прошлогодней премии «Птица века» эти выборы прошли более спокойно. Тогда американский телеведущий Джон Оливер развернул международную кампанию в поддержку австралийской хохлатой поганки. Он установил рекламные щиты в ряде стран и появился на экранах в костюме птицы. В результате на конкурс поступило больше 350 тысяч голосов. Система проверки дала сбой и в Новой Зеландии начали говорить об американском вмешательстве. На этом все. Итоги понедельника вместе с журналистами РТВИ подвел я Александр Павлов. Подписывайтесь на телеграм-канал РТВИ и на наш ютуб-канал. Там еще больше новостей. А я с вами прощаюсь. До встречи.